В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Мэр Уфы Ирик Елалов высказался о своих подчиненных, которые стали фигурантами уголовных дел. В частности, о двух заместителях Ильдаре Хасанове и Александре Филиппове, которые сейчас находятся под следствием. Одного он назвал профессионалом высокого класса, другому пожелал всяческих успехов. Более подробно городоначальник остановился на делах начальника управления капстроительства Марата Гореева и руководителя управления земельных и имущественных отношений Раиля Еникеева. Они подозреваются в превышении полномочий при подписании документов, позволивших профинансировать из бюджета расселение жителей ветхих и аварийных домов. По версии следствия, затраты, которые составили около миллиарда рублей, должны были понести застройщики, заключившие с мэрией договоры развития территории. Эрик Хилалов также напомнил, в ноябре мэрия вернула полученные от фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 516 миллионов рублей. По его словам, на эти цели направили деньги от продажи земельных участков. Уфимский Башкомснабанк в новом году переименуют в Роскомснабанк. ЦБ и Минюст России уже согласовали новое фирменное название кредитной организации. Планируется, что полный ребрендинг банка произойдет не раньше весны после прохождения ряда необходимых процедур. Напомню, решение о переименовании Башкомснабанка в Роскомснабанк принято его акционерами на внеочередном собрании 26 октября этого года. Необходимость ребрендинга в финансовом учреждении объясняют тем, что банк активно расширяет географию своего присутствия, разрабатываются новые продукты, в том числе для клиентов из других регионов. После переименования с Башкомснабанка на Роскомснабанк мы будем представлять свои услуги не только в Башкортостане, а более активно будем продвигать свои финансовые сервисы, финансовые услуги во всех регионах России. Это и Алтай, это и Москва, это и Санкт-Петербург, это любая точка Российской Федерации. Все должно соответствовать имени и целям. Башкомснабанк в этом году увеличил свой капитал, поэтому главное значение, которое определяет тренд банка, положительный. И в этом году процент на 20 мы увеличили свой капитал. Председатель Башкомснабанка выразил уверенность, что и в следующем году уже под новым именем банк будет успешно выполнять все свои финансовые обязательства. Центральный офис кредитной организации находится в Уфе, работают 19 дополнительных офисов по всему Башкортостану. Реконструкция внутреннего терминала аэропорта Уфы подорожала на 600 миллионов рублей или более чем на четверть до 2 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из документов регионального Кабмина. Власти республики, которым принадлежит аэропорт, выделят на реконструкцию 500 миллионов рублей. Собственные траты аэропорта на реконструкцию увеличатся с миллиарда 600 миллионов до 2 миллиардов 160 миллионов рублей. Стоимость основной реконструкции остается прежней. Дополнительные средства, по информации пресс-службы, нужны для строительства инженерной инфраструктуры, трансформаторной подстанции, котельной и других объектов. В результате реконструкции пассажиропоток терминала внутренних авиалиний должен увеличиться вдвое с 600 до 1200 пассажиров в час. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро снова в минусе. Курс американской валюты снизился на 27 копеек 57,45, евро просел на 30 копеек 68,23. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка доллара в банке Телекоммерт за 57,50, продажа в Акбарсбанке за 57 рублей 89 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке Телекоммерт за 68,50 по продаже в Промтрансбанке за 68 рублей 90 копеек. К этой минуте вся информация. Оставайтесь с РБК.